Всем привет! Я довольно давно увлекаюсь силовой электроникой, в частности импульсными источниками, и очень часто сталкиваюсь с дефицитом компонентов. В наших краях, к сожалению, нет радиомагазинов, поэтому часто компоненты покупаю на Алиэкспресс. Да, на Алиэкспресс очень много подделок, но есть несколько нормальных магазинов, которые торгуют оригиналом. В целом достать оригинальные хорошие запчасти можно и на других площадках, но хороший компонент всегда стоит дорого. Добавьте ко всему этому то, что я паяю всякие источники очень часто, ставлю всевозможные опыты, и в ходе этого, естественно, сжигаются силовые транзисторы. А когда в схеме у тебя их несколько, и каждый стоит под 5-10 долларов, то несколько таких неудачных опытов разорят семейный бюджет. На Алиэкспресс, естественно, дешевле, особенно с учетом большой распродажи 28 марта в честь десятилетий Алиэкспресс. Но, конечно же, всегда есть вероятность нарваться на недобросовестного продавца. Я на втором канале выпустил кучу видео с поддельными компонентами. В период распродажи, которую будет ровно через неделю, стоит соблюдать особую бдительность, так как ко всему этому добавляются еще и фейковые скидки. Бесплатный плагин АлиРадар как раз-таки создан для этого. Он поможет вам выявить липовые скидки, отслеживая динамику изменения цен, покажет рейтинг продавца найдет похожие товары. Вот явный пример настоящей скидки и липовой. Плагин поможет вам сэкономить время, нервы и деньги. Ссылку на радар найдете в описании. В один прекрасный день подписчик, который пожелал остаться анонимным, написал мне и предложил отправить мега-ультракрутую посылку с радиокомпонентами. Через несколько дней посылка была в моих руках, и содержимое этой посылки вызовет шоковое состояние у понимающего человека. Хотите узнать, что там было? Настоящий рай для человека, который увлекается импульсными штучками. Начнем с простого. Куча высоковольтных конденсаторов К50-68 на 450 вольт 330 микрофарад. Это электролиты, которые применяются в источниках питания после входного выпрямителя. Судя по всему, в отличном состоянии как по внутреннему сопротивлению, так и по емкости и утечке. То есть проблем с высоковольтными электролитами в ближайшее время у меня не будет. Далее идут еще электролиты, но уже относительно низковольтные, на 63 вольта с емкостью аж целых 10 тысяч микрофарад. Их можно использовать, например, в мощных лабораторных источниках в качестве фильтра питания, в усилителях низкой частоты, но в общем такие электролиты не будут валяться без дела. По характеристикам также отменные. Довольно низкое внутреннее сопротивление, так что с ними тоже все гуд. Я забыл указать то, что большая часть компонентов БУ, но это пустяки. Фишка в том, что исключительно все компоненты в данной посылке являются оригинальными, и они топовых производителей. Ну а теперь игрошки для мужиков, то есть силовуха. Все это было красиво подписано и упаковано, но я все перемешал для большего эффекта и оценки масштабов. Все эти компоненты предназначены для использования в силовых импульсных источниках питания, сварочных инверторах, частотных преобразователях и в индукционных ВЧ-нагревателях большой мощности. Давайте начнем, пожалуй, с самого жирного. Мощный 600-вольтовый IGBT-модуль SKM300GB063D на целых 400 А. Зверь невиданной силой с внутренним 250 А обратным диодом. Да, это транзистор с внутренним быстродействующим диодом. Такие модули применяются в ВЧ-печках, мощных частотных преобразователях, в инверторах и т.д. Еще подобные звери. CM200DY-24A, производство Mitsubishi, Япония. Это уже IGBT-сборка на 1200 Вольт с током целых 200 А. Внутри пара IGBT-транзисторов. Судя по даташнику, этот монстр может рассеивать около 1350 Вт мощности. Учитывая то, что у меня пара таких штуковин, то можно построить полноценный мостовой индукционный нагреватель под 10 кВт, возможно, даже больше. GA200SA60U. 600 Вольтовый 100 Амперный IGBT-транзистор от одного из лидирующих производителей International Rectifier. Мощность, рассеиваемая транзистором под полкиловатта. И у меня таких тоже две штуки. WS-403CNQ100PBF. Мощный, хотя мощный не то слово. Супермощный, сдвоенный диод шутки с обратным напряжением 100 Вольт и током аж в 400 Ампер. В корпусе два диода с общим катодом. Катодом является подложка. Одной такой сборки хватит для постройки выходного выпрямителя для мощного сварочного инвертора. И это будет с огромным запасом для сварки. Эта сборка может выдержать ударные токи под 20-25 тысяч Ампер. Общее количество сборок 5 штук. Кстати, они, пожалуй, от самого популярного производителя компании Вишей. А это уже другие диоды. 203CNQ100. Тоже пара диодов шутки и тоже с общим катодом. Только катод уже выведен в качестве третьего контакта. Эта сборка 100 Вольтовая, ток 100 Ампер. Для сварки самое оно. Общее количество две штуки. Когда-то я делал сварочный инвертор и долго мучился с поиском силовых диодов выпрямителя. Они выглядят следующим образом. Теперь же, благодаря подписчику, этих диодов у меня как грязи. 80EPF12. Мощный ультрабыстрый одиночный диод с обратным напряжением целых 1200 Вольт и током в 100 Ампер. За один такой диод на ЭБ просит 10-12 долларов. У меня их около 50 штук. Такие диоды являются универсальными, так как имеют высокое обратное напряжение. Их можно использовать как во входных цепях по высоковольтной линии, так и в выходных в качестве силовых выпрямителей. Ну и естественно, в качестве обратных диодов, в цепях защиты от выбросов и т.д. На этом диоды не заканчиваются. Есть еще такие вот, например. HFA30PB120. 30 Амперный ультрабыстрый обратное напряжение 1200 Вольт. Часто применяется в сварочных инверторах. Вот еще диоды. Током и напряжением не отличаются от предыдущих. Только они еще более быстродействующие. Время обратного восстановления всего 20 нс. Теперь опять переходим к транзисторам. На сей раз уже в более привычном корпусе. Практически все это IGBT транзисторы. Есть, например, вот такие. ERG7PH73K10 от Infineon. Транзисторы высоковольтные 1,2 кВт с током коллекторов 75 Ампер. Максимальная мощность, рассеиваемая транзистором 580 Вт. В общем, учитывая тип корпуса, это одни из лучших транзисторов на сегодня. Одного такого ключика хватит для постройки сварочного инвертора с выходным током под 150 и более Ампер. А таких ключиков в посылке море. ERG4PH50U. Высоковольтные IGBT на 1200 Вольт. Ток 24 Ампера. Такого монстрика тоже хватит для сварочного инвертора. Есть еще вот такие 40 Амперные IGBT, тоже на 1,2 кВт. В общем, все не перечислить. Помимо указанных компонентов, в посылке также находились три пакета. В первом пакете, в частности, низкоомные резисторы и индуктивности. Очень полезны, особенно резисторы. Их всегда можно использовать как датчик тока или в качестве выравнивающих. Во втором пакете микросхемы импульсных стабилизаторов, всякие лампки, датчики температуры, диодные выпрямители, мощные 5-ваттные стабилитроны, светодиоды, оптроны и еще кое-что. Оптодрайвера для управления силовыми транзисторами. С этими относительно новомодными штуками я ранее сталкивался, но почему-то не решался внедрять их, а предпочитал по старинке. Обычный драйвер на основе специализированных микросхем эмиттерный повторитель или трансформатор гальванической развязки. Оптодрайвера имеют массу плюсов. Компактные, могут управлять мощными транзисторами, а также обеспечивают гальваническую развязку системы управления от высоковольтной части. Есть среди всего этого добра и довольно крутые оптодранзисторы. В третьем пакете тоже много интересного. Тут бросаются в глаза сверхминиатюрные реле, японские. И вот такие готовые трансформаторы. Я, честно сказать, не понял, что это за трансформаторы, но есть подозрение, что мелкие это трансформаторы развязки большие с дежурных источников. Возможно, я ошибаюсь, и это совершенно другое. Во всяком случае, сердечник тут броневой, в виде двух чашек, скорее всего, с зазором. Можно все это перемотать под свои нужды. И это не все. Были еще вот такие красавцы. Промежуточные реле РЭП 26-003 с 24-х вольтовой катушкой. В целом, это достаточно мощное реле, которое стоит нынче больших денег. У таких реле группа контактов, и их можно использовать для самых разных задач. Поляризованное реле РПК 21. Это достаточно интересный тип реле, которое способно запоминать свое состояние. При подаче на катушку напряжение реле сработает, и даже если убрать напряжение, реле будет находиться в таком состоянии. Внутри такой релюхи две катушки с контактными группами. В целом, это 4-х амперное реле с напряжением катушки 24 вольта. Такому реле можно найти 100-500 применений, например, для защиты чего-то, так как принцип работы этого реле такой же, как и у триггерной защелки. Если вы еще не устали, то я продолжу. Основной частью индукционной печи является колебательный контур, который состоит из батареи конденсаторов и индуктора. Притом, конденсаторы в индукционных нагревателях нужны не обычные, а особого класса, способные работать под чудовищными нагрузками и на высоких частотах. И да, в посылке есть и такие конденсаторы от одного из топовых производителей Эпкос. Это высоковольтные конденсаторы с напряжением 1250 вольт, емкость 1 микрофарад, количество 10 штук. Это хорошие конденсаторы, и они заточены специально для работы в высокочастотных цепях, имеют винтовой способ крепления. Исключительно все рабочие. Еще есть вот такая штука. Это токовый трансформатор. Судя по размерам, предназначен для работы в мощных источниках, например, в тех же индукционных системах или промышленных сварочных инверторах. Что я намерен сделать со всем этим добром? Тут есть все необходимое для сборки мощного индукционного нагревателя. Нужно только собрать толковое управление с системой автоподстройки частоты. Проект будет сложным, но учитывая наличие силовых компонентов, попробовать, думаю, стоит. Мелкие, но мощные LGBT транзисторы я намерен использовать в электронной нагрузке. Платы для нагрузки уже заказаны на заводе и скоро будут у меня. Планируется для начала нагрузка на 5 кВт. Безусловно, можно найти и более гуманное применение этим транзистором, но их у меня очень много, так что пара-тройка десятков штук пойдут именно в нагрузку. Довольно давно я создал вот этот источник. Импульсное пускозарядное устройство для автомобиля. Делал как макетный вариант чисто для тестов и отладки. Все работает как нужно. Этот блок со стабилизацией тока и напряжения, а максимальный выходной ток составляет 50 А. В общем, я был намерен сделать вторую, более мощную 200 А версию и у меня не было соответствующих силовых компонентов. Теперь они у меня появились, поэтому проект наконец сдвинется с места. Оптодрайвера будут использованы для экспериментов. Изучу все нюансы и соберу источники питания на их основе. Также есть намерение построить мощный частотный преобразователь для синхронников. В общем, амбиций много, хочется сделать все и сразу. Но прекрасно понимаю, что на реализацию всего этого, уйдут месяцы. По поводу самой посылки. Безусловно, эти компоненты стоят огромных денег. Но в наше время есть люди, для которых деньги далеко не самое важное. Человек безвозмездно решил помочь каналу и лично мне. Простого спасибо, конечно же, тут мало. Но других слов я попросту не нахожу. Посылки от зрителей мне приходят довольно часто. Если вам интересна такая рубрика, оставьте свой отзыв в комментариях. И, возможно, будет продолжение. На этом мне остается только прощаться. С вами, как всегда, был Касьяна Ка. И до новых встреч. Пока.